В этот день, 21 ноября, родились Владимир Ипатьев Замечательный русский химик, генерал-лейтенант царской армии Ян Фрэнкель, советский композитор-песенник Одни из его знаменитых произведений, песни «Коды журавли» В этот день, 21 ноября 1472 года, в Москву из Рима Прибыла византийская принцесса София Палеолог Она станет женой великого князя Ивана III 21 ноября 1764 года на Украине указом императрии Цегетерины II Упразднена Гетманщина 21 ноября 1806 года французский император Наполеон Бонапарт Подписал Берлинский декрет о начале континентальной блокады против Англии В 1807 году к блокаде присоединится и Россия 21 ноября 1918 года была введена монополия на внутреннюю торговлю Что предопределило появление советской политики военного коммунизма Ее особенностями были запрет частной торговли и национализация промышленности 21 ноября 1699 года заключен преображенский договор между Россией, Саксонией и Польшей В конце 17 века Швеция обросла массой соседей-недоброжелателей Курфюрст Саксонский, он же польский король Август II присматривался к прибалтийским владениям шведов Датчане были извечными их противниками в Скандинавии А молодой русский государь Петр I горел желанием вернуть исконные северные земли Ингрии и Карелии Заодно выйти на берег Балтики Когда королем Швеции стал юный Карл XII, соседи активизировались По Европе заскакали гонцы, которые передавали послания монархов друг к другу Началась подготовка союза против шведов Еще ранее русское посольство собирало союзников на битву с Турцией Но никто не согласился Молодой активный царь прекрасно понимал, что в одиночку России будет трудно Пришлось государю искать другие варианты для своей внешней политики И взгляд пал на шведские владения на севере У Карла XII хватало врагов В дело вмешалась и личная обида Самого Петра во время Великого посольства плохо приняли в шведских землях Наконец, в ноябре 1699 года в Москву прибыло посольство саксонского курфюрста Августа II Договариваются с Петром насчет совместных действий против шведцы Делегация становилась в селе Преображенское, где сам царь провел детство Посольство было максимально секретным В это же время в столице России гостили шведские послы Которые обсуждали с Петром подтверждение Кардийского мирного договора Заключенного еще в 1661 году Им царь вынужден был в округлых формулировках Выдать заверения в своих миролюбивых намерениях Почти в это же время московские дипломаты договаривались с Саксонией и Данией в Преображенском Руководил саксонским посольством генерал-майор Карлович Но главным человеком, главным затейником был лифлянский дворянин Иоганн Паткуль Когда-то Паткуль служил шведом, но рассорился с королем и бежал со службы С тех пор он собирал европейские державы на войну с бывшим господином Первоначально Паткуль хотел создать Северный Союз из Дании, Саксонии и Бранденбурга Но последние отказались Тогда взгляд дипломата и переметнулся на восток, где Петр I искал выход к морю Переговоры были недолгими Делегации Петр быстро пришли к соглашению и подписали бумаги в ноябре в Преображенском сирии У послов с собой был лист, подписанный лично Августом II На нем набросали договор, а русский царь добавил свою подпись Договорились на выгодных для России условиях Петру давали время на заключение мира с Турцией Вступать в Северную войну с нерешенными вопросами на юге не хотелось Воевать русские войска должны были в Ижорской земле, в Карелии В Саксонии, Польше, в Лифляндии и Остляндии Первыми должны были вступить в бой союзники А русские войска подтянулись бы позже Петр же отметил Ягана Паткуля и пригласил Лифляндского дворянина на русскую службу В России Яган позже проявит себя как военачальник Но гораздо успешнее он был все-таки в роли дипломата В 1705 году он попадет в плен к шведскому королю и Паткуля казнят Северная война началась через два месяца после подписания Преображенского договора Несмотря на сильный антишведский союз, война для него началась с болезненных поражений Союзники иногда выходили из договора, но личное рвение Петра Первого Во что бы то ни стало разгромить противника, сработало Через 21 год Россия вышла из Северной войны победительницей А сам царь стал императором Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин